Выращивание ягод весьма прибыльный бизнес, отмечают специалисты. А клубника Эльдара Сидзикова в нашем районе уже много лет пользуется большой популярностью. Сам предприниматель объясняет такое предпочтение тем, что его клубника вкуснее и слаще той, что предлагают конкуренты, привозя продукты из-за моря. Мы хотели бы как раз привлечь именно фермеров, других заинтересованных лиц, в том, чтобы, например, совместно производить под специальные программы, например, какой-то, да, уже заранее нами обговоренной, производить различные виды продукции. Тема прибыльности сельскохозяйственного бизнеса стала предметом семинара, прошедшего на днях в очине зеленодольского фермерства Больших Яках. На мероприятие пригласили главпоселений, чтобы те на примерах убедились в реальности заявленной темы. Субсидирование есть, бегать надо. Мы это можем с вами централизованно делать. Материалы есть. Вот сейчас, смотрите, никому не надо мучиться, ехать куда-то там. Вот мы недавно насчет ежевики с Эльдаром общались, да, то есть не надо бегать. Эльдар говорит, я там пять лет, да, подбирал. То есть, ну, понятно, человек подобрал уже сорт. Главам поселений показали построенное в прошлом году несколькими фермерами современное плодохранилище с отдельными камерами на разные температурные режимы. Гостей провели в плодохранилище, где сейчас хранятся кусты черной смородины, специально созданные селекционерами для машинного сбора ягод. Объект рассчитан на загрузку приблизительно в тысячи тонн продукции. То есть, его стены могут вместить в себя 16-18 железнодорожных вагонов, овощей и фруктов. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Субтитры сделал DimaTorzok